Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Топонимика – это всегда актуальная тема для любого исторического города. Тверь, конечно же, не исключение. Все мы помним недавние преобразования в наши топонимик, когда сразу два места получили новые названия. Это улица Володарского, которая теперь улица Дементьева. Советская площадь, которая теперь площадь Михаила Тверского. Особо набожные люди еще называют Святого Благоверного. У нас светское государство, поэтому для меня это лично просто площадь Михаила Тверского. И сегодня мы поговорим о возможных изменениях в топонимик, которые в топонимик нашего города грядут. Это, может быть, будет увековечна память известного мореплавателя-первопроходца Витуса Беринга. О том, каким образом Тверь как-то сопричастна к его, по другому слову, вообще другому слову, не к другому подвигу, к подвигу его соратников, мы сегодня поговорим. Хочу представить гости нашей студии. Вот один гость прям вот в прямом смысле слова, в прямом эфире ворвался в нашу студию. Ну, пробки, жара, лето. Так что, вы видите, у нас все в прямом эфире, все по-настоящему. Итак, это Вадим Рыбачук, председатель общественной палаты Твери. Добрый день. Здравствуйте. И Сергей Панюхин, руководитель исследовательского центра землепроходца и автор книги как раз о том событии, о котором мы сегодня будем говорить. Добрый день. Здравствуйте. А вы можете нам задавать свои вопросы по телефону 3190. Так, сегодня мы говорим о командоре Беринге и его друзьях. Помните, был такой советский фильм «Баллада о Беринге». О том, каким образом наш город оказывается сопричастен к этому известному событию 18 века. Да-да, Витус Беринг сделал большое дело. Именно он с товарищей составили карту северо-восточных окраин нашей Российской империи. И, между прочим, этой картой пользовались очень долго многие европейские картографы. Так что, Витус Беринг внес вклад не только в нашу русскую историю, но и во всемирную историю, в историю всемирного мореплавания, первооткрывательства многих земель. Так что, сегодня мы об этом поговорим. Итак, господа, ну что же, мне вот интересно вообще, правда ли, вот я тоже много читал в интернете, действительно ли вот деяния Витуса Беринга у товарищей, они имеют такое большое значение. Не только для России. Ну, для России в первую очередь, потому что мы должны заботиться-то как раз именно о себе. Да, мы как русские люди, да, согласен. И сразу же могу сказать, что, почему я постоянно занимаюсь все-таки этой темой, и меня поддержал вот уже Вадим Борисович, именно потому что на этой теме вот уже отскакали, всячески ее к себе притянули и датчане, и немцы, и французы, и кто только на этой теме открытие наших северо-восточных земель только не воспользовался, кроме, пожалуй, нас самих. И в цифрах всегда очень доходчиво. Мы сейчас имеем 38 тысяч километров морских границ. Эта экспедиция нанесла на карту 32 тысячи морских границ. То есть, абсолютно большинство. Просто практически они не могли... Практически все. Да, практически они не могли нанести в тот момент Каспий. И Крымское побережье, так как Крым только через 40 лет... На тот момент еще не был наш. То есть, все остальное от Архангельска до Японии на карте появилось только благодаря этой экспедиции. И благодаря этой экспедиции впервые император, императрица Анна Иоанновна или Елизавета Петровна, следующая, да, они смогли предъявить в принципе миру всему, в том числе западному миру, которые очень щепетильны в географических вопросах и в вопросах завоевания земель. Так вот, именно благодаря этой карте, составленной после этой экспедиции, мы сказали, вот здесь наша территория. И далее мы будем все остальное называть, если ваше присутствие это захват. И там на мысах стоят уже пушки, на мысах стоят кресты православные, подчеркиваю. И соответственно, именно благодаря этой экспедиции, собственно, я в своих лекциях с детьми, я стараюсь показывать вот эту карту. Потому что именно эта карта уже через 40 лет буквально после этой экспедиции стала основной картой европейской географии и европейской политической географии. Посмотрите, разве можно не бояться такого государства, которое не только на Евразии, но и на территории Северной Америки расположилось. Вот в таких вот границах. Весь мир и вот наша территория на тот момент. Начало 19-го. Невозможно, конечно же, было не бороться с таким государством и с таким возмутительным расположением на всей, собственно, географической карте мира. К сожалению, мы частично в XIX веке утратили, во всяком случае, Аляску. Ну, Сергей Ильич, да. Но сейчас к Берингу лучше. Да. Говоря о Беринге, все-таки бог с ней с этой Аляской. Вот вы упомянули, что и французы, датчане еще понятно. Хотя тоже, я знаю, они установили памятник, где написали, что, типа, дескать, это датские мореплаватели и так далее. То есть, а то, что он состоял на русской службе, большая часть своей карьеры, был у него эпизод еще на голландской службе. И вот как-то они... Ну, ладно, Даня, допустим, все-таки он был датчанин по национальности. А французы-то здесь при чем? Ну, французы, это просто присутствие на корабле Беринга на Святом Петре, французского ученого Делла Краера, астронома, хотя который по всем поднятым сейчас дневникам совершенно ошибочно заводил экспедицию. То есть, если бы Беринг и Чириков продолжали слушаться именно его указаний по его знаниям науки географической на тот момент, то никаких открытий не Аляски, а вполне возможно... Калубы уплыли куда-то в другую сторону. Возможно была гибель обоих кораблей, не только Святого Петра, но и Святого Павла под командованием Чирикова. Поэтому здесь очень такое присутствие этого французского ученого... Ну, он старался, не будем уже на Козни Галу все это селаться. В целом, вообще, ведь экспедиция была интернациональная. То есть, мы уже сказали, французы кто еще были? Я знаю, там шведы большую роль играли. Шведы, ну, небольшую роль, скажем так, хотя один из очень известных лейтенантов, чьими осталось и на карте. И кто единственный, пожалуй, оставил более или менее такой стройный дневник о плавании? Да, это Свен Ваксель. Надо сказать, что он швед по происхождению, безусловно. Да, он швед, и в том деле он тоже не последнюю роль играл в этой экспедиции. Да, безусловно. Он возглавил, собственно, отряд после крушения, после смерти Беринга. Да, и, собственно, благодаря ему в конечном итоге и Дмитрию Овцыну был построен гукор из обломков Святого Петра. И они вернулись все-таки на Камчатку и впоследствии в Охотск. Но что я хочу сказать? И вот по поводу интернациональности. Да. Практически 99% участвовавших в этой экспедиции иностранцев, они остались не просто на русской службе, они приняли Россию как свою вторую родину. Это было нормально, да? Во всяком случае, у Свена Вакселя в то время, прямо в экспедиции, был сын. И во время кораблекрушения на острове Беринга он зимовал вместе со всей командой. А ему было на тот момент 12 лет. Жив остался? Он жив остался, он вернулся и в 16 лет получил мичманское звание, а закончил службу контр-адмиралом. Поэтому русской совершенно верно. И звали его при крещении. Он был... То есть, он вернулся уже с русским именем Лаврентий. Ну, это вообще было нормально. Я читал, что во время одной из русских шведских войн были родственники, с одной стороны, шведы на русской службе, с другой, соответственно, шведы на шведской. Они даже встречались друг с другом, с любопытством глядели друг на друга, даже разгообщались. Так что это было нормальное дело. А кто еще были? Какой националист? Немцы были. Немцы. В основном именно академический отряд, который предполагалось, благодаря которому предполагалось сделать именно описание уже с научной точки зрения и этносов, и природы Сибири, вот начиная от Уральских гор и на восток. Поэтому именно в основном, благодаря немецкому составу, конечно, академического отряда, и это, собственно, успешно завершилось. Безусловно, да. Тут надо отдать должное. И это нормально, в общем-то, тогда взаимодействие... Это в то время, да, абсолютно нормально. Извиняюсь, я вас перебью. У нас абсолютно нормально сейчас выйдет реклама. Три минуты, дорогие телезрители, не переключайтесь. Мы сегодня говорим о том, каким образом Тверь относится к подвигу Витуса Беринга и его друзей, его товарищей, его подчиненных. Ну, что же, дорогие телезрители, вы видите, у нас разговор продолжается даже во время рекламы. Мы продолжаем говорить о подвиге Витуса Беринга и, самое главное, каким образом к нему сопричастна Тверь, Тверская земля. Поэтому как раз, да, следующий вопрос. Тверь, каким образом? Казалось бы, тогда столица Петербург, ну, Москва тоже сохраняла важное значение, а дальше вперед на восток, казалось бы. Почему в Твери? Тверь далеко не на востоке от Петербурга находится. Мы сегодня говорим о прекрасном логистическом положении нашего города и нашей губернии. Соответственно, это было и почти 300 лет назад точно так же. Тверь находилась фактически на главных водных путях движения из Петербурга, так скажем, в остальную Россию или в центр России. Да и в остальную, собственно говоря, дальше на Каспии и так далее. И это один, как бы один аргумент. Следующий аргумент это то, что в Твери находились прекрасно работающие судостроительные верфи. Как сегодня мы, конечно, об этом мало вспоминаем, и может быть даже подзабыт факт, но тем не менее, это был центр судостроительства, в котором не только строились корабли, которые могли ходить по рекам России, но и корабли ремонтировались. Был соответствующий состав ботсманов, шкиперов, лоцманов, матросов просто, которые ходили на этих кораблях по рекам. Это были и торговые корабли, конечно, прежде всего. Но, как оказалось, это и корабли, которые доставили экспедицию Витуса Беринга на север. В Твери было построено семь кораблей, как Сергей Юрьевич в своей книге описывает достаточно подробно. Шесть кораблей, которые перевезли основной состав экспедиции, где находился как раз и командор, и один корабль, который отправился из Твери чуть позже, на котором находились как раз представители научного сообщества, в основном это Академия наук Санкт-Петербурга, которые также участвовали в этой экспедиции и внесли значительный вклад в освоение, в открытие наших северных территорий. Но все-таки, извиняюсь, по-прежнему интересно, но почему не в Архангельске? Ведь собирались как раз составлять карту северных, началось с северных, потом уже на восток перемещаются, соответственно, берегов Российской империи. Архангельск тоже давно был известен тем, что корабли строили и так далее. Почему все-таки не туда тогда уж логичнее, чтобы потом по побережью пойти северный леды этого океана? Ну, это, опять же, география, прежде всего. То есть, экспедиция стартовала из точки, которая была, так скажем, максимально близко к неразведанным территориям. Поэтому и путь, ведь огромное количество времени занимал. Два года мы, по-моему, добирались туда. То есть, преодоление всех расстояния занимало огромное время из Петербурга в Москву, когда Беринг доехал за сутки, из Петербурга в Тверь, четверо суток, это был практически сапсан для того времени. Сейчас четыре часа, а тогда четверо суток. А так, например, наши коллеги Беринга-академики добирались несколько месяцев, фактически, из Петербурга в Тверь. Но они, безусловно, останавливались, делали какие-то свои заметки. По частям, наверное, все-таки тоже не все сразу ехали. Тоже это время заняло. Возможно. Но тут главное, что оценить масштабность экспедиции. К началу экспедиции, вернее, к старту из Твери на кораблях отправились почти тысячи человек. Для Твери того времени это огромное количество. Причем часть этих людей это были наши тверские горожане, которые в разных качествах также присутствовали в этой экспедиции. То есть, Тверские тоже отправились. Это не то, что была Тверь, сугубо местом базирования, а потом помахали платочками и так далее. То есть, тверичане тоже были там. Специалистов в свою экспедицию Беринг набирал в том числе и в Твери. И это тоже факт. Поэтому наши граждане, наши предки, они участвовали в этом в Великой Северной экспедиции и приняли участие в этих Великих Северных открытиях. У меня часто первый вопрос как раз, и в том числе Вадим Борисович, когда мы год назад первый раз с ним встретились по этой теме, он именно задал вопрос имена. Я даже через год сейчас не могу назвать ни одного тверского имени, к сожалению. Хотя я могу зачитать прямо сейчас дневниковые записи профессора Гмелина, который четко говорит, мы прибыли в Тверь, где для нас капитан-командор Беринг оставил корабль, на котором был боцман, лоцман и три матроса. Это были нанятые тверские именно как раз специалисты. И поэтому мы можем говорить о том, что на семи кораблях ушло, соответственно, на каждом боцман, лоцман и по три матроса, а может быть и более того. Сколько кораблей дает сразу? Семь. Да, уже мы упомянули о том, что семь кораблей. И более того, мы нашли документы, которые говорят и о размерах этих кораблей, и о том, как они выглядели. Потом я уже далее нашел подтверждающие, косвенные и подтверждающие документы, даже о том, что они были сделаны по морскому обыкновению, барочного типа, но по морскому обыкновению. А если мы углубимся в то, что такое называлось это в судостроении, это единственный, пожалуй, на тот момент тип корабля, который назывался «Расшива». И это корабль по типу морского, который был привнесен вообще в кораблестроение, в речное Петром Первым. А не будем забывать о том, что Витус Беринг был соратником Петра Первого. Более того, датчанинам, учившимся в Голландии, так вот «Расшива» – это настоящий рейсшип. То есть, это же русифицирован. Да, совершенно верно. Не условно «Расшивать». Это волгари уже его в «Расшиву» переименовали. Да, безусловно. Да, если перемалывают. Да, потому что когда к ним поступали, всегда, когда поступали какие-то морские термины, они тут же их переименовывали, допустим, парус «Топсель», он у нас быстро в Твери стал называться «Тополем». И поэтому… Ну, так же и «Расшива» – это же корабль для путешествия, буквально. Совершенно верно. Да. И поэтому Беринг вполне естественно, что он стал именно по голландскому обыкновению строить вот эту конструкцию этих кораблей, взял. Они точно такие же корабли потом строили и на реках Сибири. Поэтому это все вписывается в доказательства того, что здесь были, в том числе, как уже мы упомянули, высокоразвитые судоверфи. Потому что, чтобы такое построить, это не четыре бревна для основы Вышневолодской барки для одноразового использования. Это были серьезные корабли. Причем построить за короткий срок. Ведь срок был очень четко ограничен условиями навигации. Вот здесь мы уже… То есть, меньше, чем полгода. Да. В этой именно как раз книге уже достоверные документы. Начало строительства – середина марта, окончание – 4 июня. 4 июня уже корабли отправились от пристани в путь. Это, собственно говоря, результат последних трех лет поисков. Это вот этот документ. Достоверная подпись Беринга. И дата июня 4 дня 1733 года. Город Тверь. Содержание документа, если расшифровывать его, а так как написано он еще по-старославянски, то, понимаете, здесь уже требуется расшифровка. И здесь окончание документа гласит о том, что сегодня, 4 июня, на построенных кораблях в Отвери со всей командой отправляемся. Один корабль для профессоров в Отвери оставлен. Беринг, 4 июня 1733 года. А почему он донесение это писал? Скажите. Вообще, это донесение он писал в правительствующий сенат. В сенат? Потому что он по своему положению и важности этой экспедиции, он имел право обращаться в некоторых документах. Он вообще к ее величеству, к императрице Аня Ановне, по некоторым вопросам даже имел право обращаться. В правительствующий сенат он о каждом своем шаге обязан был докладывать, так же, как и в Адмиралтеллской коллегии. То есть, обычно это было два дублированных письма. То есть, очень четко была выстроена информационная тема, что экспедиция, которая придавала большое значение в Петербурге, она не была предоставлена сама себе, как некоторые тогда сюжеты. Отправили, и через 5 лет вернулся кто-то и рассказал. Нет, тут была коммуникация. И важность понимали все. Ну, наверное, сам Петр Первый, он же был фактически инициатором этой идеи. Инициатором в 1925 году. У него родилась эта идея, которую он еще там даже озвучил во Французской академии наук. Эта первая камчатская экспедиция была отправлена Петром, непосредственно Петром Первым. И Беринга он избрал тогда для руководства. Ну, и естественным совершенно ходом было, когда Анна Иоанновна утвердила Беринга во вторую экспедицию руководителя. Да, соответственно, остальные последующие правители, они тоже придавали этому огромное значение. Ну, как так жить в стране, не зная, где она заканчивается или где начинается? И, соответственно, вот идея-то была там не просто описать. Это не географическая история, конечно, прежде всего, а история геополитическая. Да, и тогда же не было известно, каким образом смыкаются ли континенты. Вот, допустим, этот фан... На многих картах существовал, нарисован был перешеек, по которому якобы можно было перейти в Америку. То есть, вообще, картой, как вы уже в самом начале программы сказали, уже картой Беринга воспользовался очень всемирно известный и больше, чем Беринга, наверное, к сожалению, нашим детям известный Кук. Да, и вот когда он свое мореплавое вокруг света совершал, в том числе это вокруг света было как раз и на север. И он прошел этим проливом и подтвердил, что карта, составленная Берингом Чириковым, необыкновенно точна. И именно это было его предложение пролив все-таки назвать именем Беринга. По сути, это эпоха великих географических открытий. Можно даже сказать, что заканчивалось вот именно этим открытием. Почему? Еще Антарктида, еще Беллинсгаузен, Крузовский, еще целый континент открыли. Это же 19-е годы. Да, я погрячился. Но, тем не менее, для нас это на уровне, на мой взгляд, открытия Америки. Да, безусловно. В одном ряду с Магелланом, Колумбом, Восходогамой и так далее. Да, и почему-то эти парни, они всем известны, а Витус Беринг, но фактически, к сожалению... Вопрос к представителям наших учебников, заметьте. Это все из наших учебников. И Колумб, и Магеллан, и Восходогам, и так далее. Поэтому Сергей Юрьевич считает, и я его в этом, безусловно, поддерживаю, что в краеведении о рассказывающем о Тверской истории должна быть страница, посвященная этой экспедиции. Если мы не можем воздействовать на федеральный уровень учебника, то, во всяком случае, мы хотя бы должны позаботиться о том, что наши собственные дети с большим уважением относились к своей малой родине, хотя бы через знание того, что эта самая родина и была местом формирования этой экспедиции. Потому что Беринг, как уже мы первоначально затронули эту тему, он выбрал этот город. То есть, это Беринг выбрал? Безусловно, да. Не ему сказали, езжая в Твери, он сам подумал. Кто скажет, начальник, да, экспедиции. Нет, нет, есть документы, в которых он в течение трех лет предлагал именно этот маршрут. Да, были другие маршруты, через Вологду, по Северному время, но он всегда действовал, когда у него что-то не получалось в высших инстанциях, он всегда действовал через деньги. Он говорил, это будет дешевле. Тогда говорили, как, кошту меньше будет. И вот это срабатывало тогда однозначно, потому что перемещение огромной экспедиции на санях или телегах с лошадьми, это очень дорогое удовольствие переместить тысячу человек с обозами, с снаряжением, с пушками, якорями и так далее. А вот речной транспорт, как сейчас, так и тогда был более дешевым. А понятно, что он познакомился с городом, с удостроительным городом Твери, именно в тот период, когда он постоянно переезжал с 1730 года по 1933, он, к сожалению, вынужден был постоянно ездить между Москвой и Санкт-Петербургом. Он же служил и на Азове, он же служил на Балтике, потом Азов, потом его обратно отправили на Балтику, соответственно, он проезжал через Тверь, еще когда только в начале своей русской карьеры. Да, он еще и поучаствовал в персидском, Каспийском походе с Петром Первым, который, кстати, все равно начинался на Волге и, соответственно, тоже он мог с этим судостроением... То есть, он много раз Тверь проезжал до той поры. Да, поэтому... Значит, у него была, по всей видимости, уверенность в том, что эти корабли за такой короткий срок здесь можно построить. Я могу вам сказать... И люди, кадры есть самые... Я конкретные цифры уже даже могу привести. У него на момент прибытия сюда было 103 человека, именно специалистов по постройке кораблей, своих, непосредственно в экспедиции, отправленных из Санкт-Петербурга. А для того, чтобы в течение трех месяцев построить семь кораблей такого типа, надо... Там конкретно известно, что не менее 50 мастеровых разного уровня с выполнением разных задач необходимы для этого. И поэтому мы получаем цифру 350 человек. То есть, порядка 247... 50 на каждой корабль. Да. Это 247 человек должна была дать именно Тверь. Воеводская канцелярия Твери должна была именно это обеспечить. Сергей Юрьевич, кроме этого, должен был быть материал соответствующий, который не пойдешь в лес, а не нарубишь дров. Это должны были быть очень серьезные запасы строительного материала, древесины, который должен был уже лежать здесь. Не просто пошел, тут же срубил. Запрещено было использовать сырой лес для постройки корабля. Его надо было... То есть, он должен был быть заготовлен минимум за год. Да. Плюс бюрократия. Бюрократия российская в те годы, это, наверное, на уровне дорог проблема. Но, тем не менее, здесь за три месяца все реализовалось. Как это ни странно звучит. А вот мы много раз уже говорим, здесь, здесь. А где здесь? Вот где в Твери находились вот эти самые тогда знаменитые верфи, о которых, к сожалению, никто не знает уже, современных горожан не помнит, где это было? Да. Вот это как раз и было камнем преткновения, потому что вообще никаких документов. Вот об этом никаких. И я вынужден сказать, что даже в моей книге это все-таки авторская версия. И я готов к каким угодно спорам, дискуссиям, может быть, именно в этих дискуссиях родится истина. Но, во всяком случае, мы действительно с 19 века мы знали только о Натьмаке, благодаря пароходству общества «Самолет». Перед этим есть некоторые, ни одного подтвержденного документом, сведения о строительстве галер для Екатерины Второй на Исаевском ручье, якобы там находилась... На которых она тоже отправилась обозревать просторы российских... Да, свои владения, да. И более ничего, никаких достоверных сведений. Вот в результате последних трех лет и сопоставления всех исторических каких-то высказываний наших того времени, например, Диамида Карманова, которому можно доверять, потому что он все-таки историк и свидетель именно 18 века и как раз отправки галер с Екатериной Второй. И это он описывает в своей книге по истории Тверского края. И вот когда все эти сведения совмещаются, тогда мы получаем все-таки наверняка существование большой, развитой, современной на тот момент верфи в ручье. Извините, тогда это была речка Соменка. Это сейчас мы его называем ручьем. К сожалению, он помельчал. Да. А тогда это была река Соменка. А почему там? Тоже так сразу. Почему нигде-нибудь на стрелке Волги, Тверцы? А без москвы нет. На стрелке Волги, Тверцы в то время была занята монастырем, отроч-монастырем. И... Да. Поэтому... Где-нибудь там рядом, я имею в виду. Почему? А рядом, прямо рядом за монастырем, кстати, вот там, где сейчас яхт-клуб стоит, там есть очень мелкий, практически исчезнувший ручей. А Диамид Карманов упоминает, что в этом ручье, за отроч-монастырем, строят корабли. У него можно прочесть такие слова. Но именно Волынская пристань, это то, о чем я... В падение реки Соменки в Тверцу, это называется Волынская пристань, называлась. По имени вообще, в принципе, вот этой вот всей территории Волынь, да. И потом там собор стоял на Волынске, совершенно верно, Волынское кладбище. То есть, вот там даже сейчас можно произвести экскурсию, что я и делаю с детьми на уроках географии. И мы четко после 45 минут изучения с детьми этой территории, они сами мне говорят, да, вот здесь могли стоять стапеля, вот здесь заполнялись, вот здесь ботапорты, которые перекрывали для поднятия воды, а здесь их открывали для того, чтобы вода упала и так далее. То есть, все там осталось за 300 лет. То есть, ландшафт предполагает возможность видеть, где были эти верфи, сегодня даже. И последний аргумент, на мой взгляд, это размер. Размер имеет значение. Семь кораблей одновременно, это большой объем. А какие, опять-таки, размеры кораблей были? Ну, 30-метровые корабли длиной, ширина до 10 метров, разные они есть, от 8 до 10 метров. Но я еще раз хочу, почему именно про Суминку сказать, что когда мне говорят, что только про Исаевский известно, что вот в устье Исаевского ручья была верфь, то я точно так же, когда вы о размерах говорите, известны размеры галер, построенных для Екатерины Второй. Так вот, в Исаевском ручье такого размера галер можно было сделать две. Все, более невозможно было сделать. А так как они были искусно сделаны и еще инкрустированы, они делались и стояли на стапелях с августа 1766 по март 1767. Их делали больше полугода. Значит, вот две галеры там могло вместиться. Где делали остальные? Значит, должны были быть еще серьезные верфи. Я считаю, что это были именно на реке... Суминские, да? Итак, семь кораблей. Каков маршрут был экспедиции? Задача Беринга была пройти по Волге через Казанское адмиралтейство, забрать там снаряжение, которое заготавливалось там для экспедиции, забрать людей оттуда, которые также были назначены в экспедицию. И далее они вышли в Кам. По Каме они должны были по некоторым разным вариантам движения либо дойти до Соликамска, либо зайти в реку Чусовую, потом подняться до Кунгура. И далее уже по Зиме на Демидовские заводы там надо было тоже пушки забирать и так далее. И потом уже по Зимнику идти до Тобольска. К сожалению, они до Кунгура не дошли, но немного. По Зимнику это уже посоху попускали. Совершенно верно. А корабли... Корабли должны были оставить. Вот. Те самые, кто... Они в Кунгуре их не оставили, они оставили их в крепости Оса. Есть такой маленький городок. По размерам его можно сейчас сказать, что это вот такой же городок, как Старица у нас рядом, так сказать, нам более известный для сравнения. И это старая крепость, и там она вполне была предназначена для того, чтобы военную такую экспедицию принять. Они больше 40 там дней находились. Но, во всяком случае, я сейчас, на данный момент, нашел документ о судьбе только одного корабля дальнейшей. Надо еще заметить, что в Осе как раз стоит памятник Великой Северной экспедиции, на котором упомянуто имя Беринга. И там упомянуты имена всех руководителей, всех лейтенантов, штурманов, которые были в экспедиции, имена которых сейчас на карте. Более того, я хочу сказать, я вот не тверской житель, я имею в виду, что я не родился в Твери. Так получилось, что я как раз родился на Урале, и всю свою жизнь сознательную, боевую, как говорится, я ее провел за Уральским хребтом. Сибирь, Камчатка, Чукотка, Курильские острова. И я вам скажу так, что там, эта экспедиция, ей культ своеобразный. Ей постоянно отдается дань памяти. Там проводятся всевозможные мероприятия, в том числе ежегодные конференции. И там стоят памятники. Вадим Борисович правильно сказал. Начиная от Урала, эта экспедиция имеет память о ней. А откуда она началась, мы с вами вынуждены констатировать, что мы сейчас здесь, в топонимике нашего города, не сможем найти ничего, никакого упоминания об этой экспедиции. Даже если мы сейчас выйдем на улицу и начнем спрашивать, большинство людей скажут, нет, это невозможно в принципе, такой Берин, какая Великая Северная экспедиция, и при чем тут Тверь? Да. Вот как раз к следующему вопросу переходим. А почему, на ваш взгляд, вот чем вы это объясняете? Ведь тоже, ну, не секрет, что у его кровеведов, просто у тверичан, ну раз на смешку, вызывают какие-то попытки, увековечивающие топонимики, что-то другое. Ну, помните, была идея, давайте поставим памятник Лермонту, я к Михаилу Юрьевичу очень тепло отношусь, понятно, Тверь так же, как и Беринг, много раз пересекал, город так находится, но почему Лермонту, ведь помните, это обсуждалось, обсуждалось, давайте, 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 да, казалось бы, и так далее. То есть идеи разные возникают, почему Авитос Беринг, мы только что, вы нам рассказали всем, что оказывается, из 38 тысяч километров 32, да, очертил он, то есть человек совершил величайшие открытия, в том числе, и почему наши власти, в том числе, чиновники, которые любят как-то попиариться на этом, до сих пор за это не зацепились, и не побежали к вам, а что ты молчишь-то, Сергей Юрьевич, давай-ка вот сейчас, почему я хочу подчеркнуть, что... Роман, подожди, Сергей Юрьевич, ну это очень хорошо, что не власти, а общественность двигает этот процесс, что есть такие люди, как там Сергей Юрьевич, возглавляемая им некоммерческая организация землепроходцы, которые... Нет, это понятно, что чудесно есть, а почему, вот чем вы для себя это объясняете, что не за советское время, в советское время, помните, в конце концов Марка была, Витус Беринг, помните, как я уже говорил, кино сняли, вот почему не за советское время, не сейчас, вот не увековечили, Почему у нас тоже есть улицы, там... Давайте попробуем аргументировать Набережная Степана Райзена, которой в нашем городе не было никогда Роман, первое, это пожар, который уничтожил огромное количество... Тверь, Беринга Тверь, фактически, и документы, которые здесь хоронились... Архив, в первую очередь, сгорел, именно место... И поэтому сегодня много вопросов, а был ли Беринг, да, здесь... А, даже так вот Ну, конечно, да Поэтому это проблема первая Вторая проблема, что все-таки у нас не ОСА, город, я имею в виду, и у нас здесь происходило достаточно много всего Чего еще Начиная там от Михаила Тверского и заканчивая, даже боюсь предположить, чем, из современной истории Но событий было много И вычленить из этих событий, в том числе и начало экспедиции... Из-за какого-то бейера, да? Да, ну, посчитали, наверное, или она как-то затерялась в этом плане Дело в том, что, к сожалению, да Вы понимаете, вот сейчас, поднимая все материалы о том, что было ранее написано Потому что серьезно начали вообще к экспедиции, именно как к историческому событию уже обратились Ровно через сто лет, в 1831 году, собственно, первое исследование Берха, профессора, было написано Началось, собственно, именно как раз у него с биографии Беринга Где о Тверском периоде вообще ничего не упоминается о том, что он здесь был и что строил здесь корабли И экспедиция здесь полгода находилась Полгода, между прочим С марта по конец, конкретная дата есть, 26 сентября, отправка последнего отряда 26 сентября 1733 года И вот уже с подачи Берха Потом исследователь русского флота Соколов, 1848-1849 год его работы И, к сожалению, вот как они написали первое, дальше пошли уже ссылки на них А они упоминают только так, что на подводах дошли до Твери, а далее по Волге Через Казань на Тобольск Ну и вроде бы как-то, как прошли Ну, опять-таки, включался, наверное, менталитет, что это как сейчас, да, на Сапсане проехал и все А что-то такое тогда Но дело в том, что я могу понять историков того времени Все, что интересовало тогда об этой экспедиции, это начиналось от Урала и далее Камчатка, Аляска и так далее До Японии Да, собственно, и изучали именно тот период А это был как бы такой подготовительный И я согласен, он подготовительный Но я-то сейчас обращаю внимание не на уровень всея Руси А на уровень Твери То, что это все-таки действительно должно вернуться в память Твери И сейчас, когда изменились даже, вы про советский период упомянули А я бы сейчас про вот этот непонятно-капиталистический период Когда туризм объявлен серьезной экономической составляющей И когда города выдумывают себе, кто мышку Да, да, да Здесь праздник гурца, здесь еще день лопуха и так далее А тут? А тут? Потому что там даже легенду никакой нельзя Не надо придумывать Не надо У нас документально подтвержденное событие Полугодовое пребывание здесь в Великой Северной экспедиции Со всеми именами на карте Который здесь руководил строительством Василий Прончищев Пока Беринг был еще в Санкт-Петербурге С марта по май здесь был Василий Прончищев Его имя на карте Известнейшая легенда о гибели самого Прончищева и его жены На берегу Северного Ледовитого океана То есть, ну, казалось бы Давайте поднимем и понесем дальше Это очень огромный массив информации Которая, как говорится, требует дополнительных исследований Поэтому, собственно, в этом году Сергею Юрьевичу была инициирована Идея проведения научной конференции Среди школьников Посвященной Великой Северной экспедиции И даже больше сакцентированной Как раз на тверские истории И дети очень здорово откликнулись У нас было несколько десятков человек Причем из разных муниципалитетов Тверской области Которые писали и о Чирикове, и о Берингеве И о Прончищеве И о многих других Своей эссе Это здорово И мы, к сожалению, не смогли провести Заключительный этап В связи с пандемией начавшейся Но, безусловно, в новом учебном году Мы его проведем Отборочный этап прошел Мы выделили лучшие сообщения Лучшие работы Наградили ребят грамотами и благодарностями На которых Прям прописали Что это мероприятие Было посвящено Великой Северной экспедиции И надеюсь, что в сентябре-октябре Мы проведем научную конференцию На которой уже послушаем Школьников Вживую Выделим лучший доклад События последних трех лет Меня просто к тому и подвели Что со школьников надо начинать Потому что Каких последних Потому что эти школьники Кто сейчас в 10-11 классе Я думаю, что через 15 лет Они будут на уровне Руководителей города И тогда, я надеюсь Мы поставим Сергей Юрьевич уже планирует 300-летний юбилей Потому что к 300-летию Наверное, мы не поставим Этот памятник 15-летний срок Ну, Вадим Ну, хорошо Школьники молодцы Ура Загорелись Приятно слышать Но вы-то человек Как и депутат И так далее То есть Вы-то вращаетесь в кругах До сих пор И многих знакомых Умите А какова реакция Власти придержащих Как-то они заинтересовались Как-то депутаты Чиновники Не знаю даже Реакция положительная Во-первых, мы обсуждали Эту информацию На общественной палате Почему я подчеркнул Что важна роль Общественности В этой идее В продвижении В популяризации Идеи Великой Северной экспедиции И ее тверского этапа Да, были вопросы Да, попросили люди Дополнительные документы И аргументы Это нормально Это хорошо Это хорошо Ну, конечно, я согласен Собственно, документы Были предоставлены В итоге Общественная палата Идею поддержала О необходимости Популяризации И у вековечения Великой Северной экспедиции Мы с этой идеей Обратились к главе Городу Повстречались С Алексеем Валентиновичем Огоньковым Алексей Валентинович Также одобрил Идею саму То, чтобы На территории Твери Появился памятный знак Который свидетельствует О том, что именно Отсюда пошла Великая Северная экспедиция Дальше Мы обсуждали Вероятность Появления И топонимического Названия Бульвар Беринга Набережная Беринга И создание Памятника Участникам Великой Северной экспедиции И сейчас В какой стадии находится? Во-первых Верхдиск какой? Ограничен только памятником Или может быть Какой-то Переулок Улицу назвать? Да, Роман Все в наших руках Мы инициировали Перед городской администрацией Вопрос рассмотрения О установке Памятного знака На набережной Почему знака? А почему не памятник? Нет Ну это так говорится Почему у нас Знаете, мне все время Вот задаюсь вопрос Почему у нас находятся Деньги на памятник Почему-то рыбаку Какому-то При том, что Тверь Не рыбацкая столица Не Астрахань Не Весегонск Не Селигер Вот на Вот эту скульптуру Есть деньги На скульптуру какой-то Семьи Это у нас тоже есть деньги А на памятник Витасу Берингу У нас вот сразу нету У нас именно на том месте Где можно было бы Тоже этот памятник Все-таки поставить Там и стукан такой Золоченый стоит Оскара изображает Вот это да Ну вот почему Нет Почему на какой-то знак Несчастный Роман Ну место найдем И деньги найдем Я думаю Идея более глобальная Идея памятного знака В чем? Привезти Камень с Камчатки С того места Где фактически Совершу свою подвиги Закончилась Великая Северная Экспедиция У нас даже Извините Сергеевич Соединить Начало И окончание И для того Чтобы это Ну некий символ Ну это логично Камень был Ну а потом Пожалуйста Будем собираться Обсуждать И построим Поставим памятник Витасу Берингу И не просто Берингу А всем участникам Как сказал Сергей Витасу Берингу Экспедиции Хорошо Не просто экспедиция А судостроителям Тверским То есть Вот это Как бы Такое Это комплекс Потому что Нам все-таки Именно для истории Твери Мы должны Вспомнить о том Что это Судостроительный Прекрасный город И в том числе Вот именно Благодаря этому Судостроению Эта экспедиция Отсюда Здесь она Формировалась И уходила Как решит Общество А какие варианты Размещения У нас уже Полтора минуты Осталось Варианты размещения Сейчас мы обсуждаем Степонимической комиссии Варианты размещения Там Откуда Стартовала экспедиция Откуда Это набережная То есть Вот этот Между Речным вокзалом И Новым мостом Совершенно верно То есть Вот то что Сейчас Вот это Немножко Такой бесхозный Парк Парк Да Совершенно верно Непонятная история Дальнейшая С речным вокзалом Но Независимо от того Чем закончится история С речным вокзалом Вот в этой парковой зоне Но При видимости воды Так как это все-таки Была экспедиция Ушедшая на кораблях Там и должен стоять памятник Собственно говоря Я думаю Что это будет Великолепное место Для того Чтобы Он прекрасно будет виден С другого берега С моста С моряк Размером В том числе И студенты Выйдя из Тверского университета Технического Вдруг узнают Нет Подождите Туристические маршруты Ведь все-таки Все мы надеемся Что корабли Будут приходить На эту пристань Будут двигаться Пешеходным путем В то же самое Картинную галерею В императорский дворец По городу И если Знак будет установлен Камень Памятник Сейчас для меня Там не принципиально Даже На котором будет информация О том Что вот здесь Отсюда То вот В этом наша Просветительская миссия Ну что ж Спасибо большое Наш эфир подошел К концу Дорогие телезрители Сегодня мы говорили о том Какую роль Тверь Сыграла В знаменитых Северных Великих Северных экспедициях Витуса Беринга Именно отсюда Как вот рассказали Гости программы Стартовала эта Знаменитая экспедиция Благодаря которой Большая часть Морских границ Нашего государства Была нанесена на карту Причем нанесена Очень Очень Качественно И точно Так что Очень надеемся Действительно Что имя Витуса Беринга Его товарищей Корабелов Тверских будет увековечен Наконец Наши топонимики И у нас появится Наконец-то стоящий Памятник А не памятник Непонятно кому Который у нас К сожалению Иногда ставят Это была программа Тема дня Спасибо большое Дорогие гости Дорогие телезрители Любите свою историю Своего города Своей малой родины Да и большой Конечно же России Интересуйтесь Это очень важно До новых встреч